Всем привет, дорогие друзья, с вами Катархонт, и сегодня у нас первый взгляд на интересненький мод, который называется «Правда и мужество», если его переводить с английского. Начало у него в 1309 году, и оканчивается он в XIX веке. Расширенные временные рамки, 50 уровень технологии здесь, вроде бы 10 групп идей можно выбирать, которые еще расширены. Своя система, своя карта, очень много новых стран можно создать, которых нельзя сделать в оригинале. Естественно, проработанная идея в некоторых странах, есть немало сабмодов. Кстати, один из сабмодов, о котором стоит сказать, это сабмод на Византии, который вот эту кампанию 1309 года изменяет, и карта здесь совсем другая, в частности вот в этом и в этом районе. То есть там огромный тефтонский орден, вот примерно вот на такое вот расстояние, вот это вот тоже по тефтонским орденам. Византии, вот на всю эту часть, то есть никаких османов, ничего. Здесь у нас Персия с кучей вассалов должна быть, а здесь мамлюков нету, тут Египет, а сами мамлюки вот в этом месте с вассалами Емином и Аманом. То есть, ну и конечно же здесь переделки, здесь там уже не так много обращал внимания, но тот монту как бы облегчает и более интересно делать кампанию в Византии. Ну хотя карта уже не такая историческая, но тоже имеет место быть и очень-очень интересно. И также в той карте есть Винланд, вот на эти территории. Здесь же его, как видите, нету, зато Норвегия вон где уже в Исландии. Ну это очень хорошо. Конечно же есть несколько территорий в Южной Америке и на средней, так скажем, в средней части. Но нету северных индейцев, есть на них сабмод, но он не обновился до этой версии, поэтому их мы еще посмотреть не можем. Как видите, здесь различные вот эти вот значки поменяли тоже, ну это уже такие графические различные моды, отставания. Все начинают с самого начала с нулевым уровнем технологии, как видите, то есть все равны на начале. Ну и конечно же развитие у всех будет разное. В зависимости от их, как видите, вообще три балла. То есть смотрите, как долго, стопроцентная разница, очень долго, здесь 60. То есть за Конго, вот за них очень долго развиваться, ну что поделать. Стран реально много, кстати, здесь есть различные системы, различные взаимодействия, ну ивенты, то есть говоря, очень много всего. При выборе нового императора, Священно-Римской империи, Богемии может у нее падать. То есть очень много всего интересного. На начало, как видите, уже есть войны, тут Новгород со шведами воюет. Да, видишь, видите, точнее, поход шведов на Новгород. И конечно же, русская территория находится рядом с Ардой, которая их немножко мучает. Ну что ж, много странных, интересных. Давайте-ка начнем с Замосковью. Она тут не в самом хорошем настроении, мне ее предлагали. Можно за нее начать, не самая легкая на данном этапе. С Маленской, Черниговой смотрелись бы лучше, с большей возможностью для дальнейшего развития. Ну что ж, давайте-ка Московию. Хотя нам тут, как видите, предлагают много страны. Вот сейчас для них Московия есть. Новгород почему-то не предлагают. Даже Оман есть, смотрите-ка. Кстати, Литву тоже предлагают, которая еще с Рамувой. Интересненько, то есть еще Старая Вера. Кстати, карту религии можете посмотреть. Вот такая у нас шиизм. Сунизма очень мало. Шиизм в основном здесь, ну и здесь начинает распространяться. Православие хорошее место занимает. Католики, естественно, сильные. Тенгрианство, ребят, просто жжжж. Так, конфуцианство здесь тоже крепенько так засело. Ну и, кстати, Япония, я не обратил на нее внимания. Здесь, видите, очень-очень много мелких. Да, кстати, добавили много провинций. Как видите, на той же самой Японии это отразилось неплохо. Айны, кстати. Айны могут заняться объединением Японии. Вполне своим развитием. Только отставание, конечно. Хотя, смотрите-ка, у японцев отставание всего 40. В то время как 60 у китайцев с корейцами. То есть, по-моему, для японцев это хорошо. 40% отставание это меньше, чем в Индии должно быть, да. То есть, японцы у нас тут, знаете, впереди планеты всей, как мусульмане прям. Ну, что поделать. Возможно, в этом есть смысл. Давайте-ка загрузимся, посмотрим, что да как. Для последней версии Европу мод обновлен. То есть, можно спокойно играть и не переживать. Как видите. Что ж, welcome. Добро пожаловать в мод. Здесь нам информацию дают. У нас, как видите, с самого начала Тверь бунтует, которая у нас является вассалом. Нам тут информация о том, что Россия... Здесь про форты рассказывают про эти укрепления. И укрепления, как видите, в каждой провинции с самого начала первого уровня. Они не требуют никакого содержания, если я не ошибаюсь. Вроде бы нет. Есть они у всех. Потом их, естественно, можно расширять, как видите, до восьмого уровня, которые уже требуют денежку на это содержание. Ну, кстати, не так много. 0,7142128. Это вполне себе приемлемые цены для крепостей. Как видите, тут есть различные фракции, которые действуют в каждой из территорий. Различные вот эти вот характеры, так скажем, вот эти вот влияния тех или иных фракций. Здесь у нас энциклопедия в своем роде, в которой можно прочитать про стабильность, про то, что она знает. Вот здесь, видите, какие модификаторы. Все. Ее все время можно вызвать вот отсюда вот. Ну и тут различные-различные ивенты, как видите, да. Информация. Вот с этим я особо не разобрался. Ага, интеграция вассала Твери. Здесь различные с интеграциями, если связано. Так, посмотрите. Особо не смотрел, ребят, просто установил. Поэтому будут и ошибки, и тупники, и все такое в нашем первом обзоре. Смотрите, в республику можем перейти, можем в теократию. Это стандартно. Сформировать русскую нацию. Для этого надо стабильность. Новгород, чтобы не было 20 провинций. В российском регионе иметь вот одну из, пять из этих перечисленных провинций. Стабильность, кстати, здесь нельзя как бы поднять самому по кнопочке. Что немножко для меня странно было. Но, как говорится, тому того дело. Первый Рюрикович у нас Георгий первый. Смотрите-ка. Великий князь. И наследник у него Иван. Ну, смотрите-ка, по очкам вполне себе хороший. Даже чуть выше среднего. Модификатор у нас действует на УАУ. Вот этот вот модификатор, ребят, смотрите-ка. Просто на все и очень классный. Кстати, видите, форма управления нам дает минус анрест и к росту, знаете, как у рекрутов. И, конечно, модернизейшн. Технологии стоят дороже и идеи стоят дороже. Ну, вот, можете посмотреть. То есть, на самом деле, не 20, как это показывает. Эстерн как бы здесь нам показ. Но вот это вот нам 10 добавляет. То есть, на карте немножко не точно отображается. На самом деле, не такие большие отрывы. То есть, 10% это не будет тяжелым для нас. Иконки, естественно, как видите, здесь различные, интересные, красивые иконочки. Взаимодействие с осалом все те же самые есть. Можно их успокаивать за престиж. То есть, это не проблема в принципе, как таковая. Все это можно легко вполне себе сделать. Вот видите, мы не можем просто так. Видите, 50 либера есть. Надо меньше. 190 очков. Вроде бы все легко. Ага, нифига. Так, давайте-ка пока не будем дипломатами. Давайте-ка рассмотрим что-то как. Может быть, кстати, ребят, прохожение в ближайшее время будет. Может быть, за ту же самую Москву. Не знаю. Давайте-ка пока посмотрим, как это все выглядит вблизи. Как видите, здесь есть фракции. У нас дворяне, хотя интересно, как это написано. И патриарх московский. Что каждый из них дает? Вот видите, различные модификаторы. Здесь у нас эффективность торговли. Модификаторы производства национальные. Так, нова, ленд модификаторы. Зато у нас улучшение кавалерии и пехоты. Ага, стоимость развития провинции. Но зато дипломатическое очко. Плюс один сюда. А если мы возьмем патриарха, то минус конрес. То стабильность дешевле станет. Один дополнительный миссионер у нас появится. Ага, фиксивность миссионеров. Плюс два. Толерантность к своей вере. Плюс два. И минус два к остальным всем верам. Ну, то есть там вот к этим вот керетикам и к язычникам. Точнее, наоборот, к язычникам, керетикам и к язычникам. Вот так вот. Можете сказать, религия здесь действительно много. Различных мелких. Также видите, что дает нам эта религия. В принципе, то же самое, что и в реальной игре. Да, ну, в оригинальной Европе. И то же самое модификатор стопроцентный. У нас влияние монарха. Ну, естественно, католики дают вроде бы то же самое. Да, хотя вот что-то с чем-то поменяли. Какие-то религии все равно по-другому поставили. Я вот сейчас не скажу точно. Здесь надо разбираться. Не готовила много особой какой информации, чтобы запихивать то, что это, это, это есть. Интереснее все-таки все это самим рассмотреть и узнать. У нас тут в Унии, как видите, Владимир Суздальский. Он замечательно сидит. Кстати, надо бы тут того сабриковать претензии на Рязань. Наверное, все-таки там побогаче будет территория. 2-2-2. Не, кстати, одинаковая, заметьте-ка. И действительно, с самого начала нужны союзники. Несмотря ни на что, нужны союзники. Потому что я не вижу здесь, чтобы к нам прям уж так легко все относились. Поэтому давайте-ка сразу одного союзника. И потом, наверное, возьмем, я даже не знаю, Чернигов, скорее всего. Он покрупнее здесь смотрится. Явно более грозная сила. Так, на престиж у нас задание. Вау. Нет, посмотрите. Уровень стабильности на 300 по ним. То есть стабильность здесь по каким-то уровням распределяется, если я не ошибаюсь, да? Ну, смотрите-ка. Набрать 50 престижа и получим эту вещь. Так. Сформировать альянс с Новгородом-Северским. Ну, дипломатию получим. С Казани у нас больше 100 отношений. Тоже дипломатию. Давайте-ка возьмем на национальную стабильность это дело. Интересно выглядит. Смотрите-ка, смотрите-ка, я вниз не залез, а здесь есть много чего интересного. Если они же... А, да. Если у вашего наследника там меньше показателей, то можно убить своего наследника. Это при тяжелой войне, да, это был такой модификатор. Здесь можно убить правителя, если он слишком старый, вам надо поскорее бы наследничка захватить. Так, здесь теолога надо иметь, здесь административные технологии, но это вроде бы уже все стандартное. Да-да-да-да-да-да. Так, а смотрите-ка, здесь надо... Ага, чтобы патриарх имел такое-то влияние, мы с вами помощь получаем. Смотрите-ка, миссионеры эффективность, но производство чуть-чуть пойдет. Интересно, кстати, вот это выглядит. Ага, 35, и мы получим с вами... Смотрите-ка, тоже миссионеров эффективность. Здесь просто национальная резь эмиссион, ага. 50% и стоимость технологии. Интересно, то есть, а монахи это вот отсюда идут или... 50 админки надо потратить на то, чтобы их, так скажем, воздвигнуть. Ну-ка. Нет, кстати, нет, не появились. Ну, значит, я не вчитался в модификаторы, зря выкинул 50 админки. Но бывает, ребят. Самое начало. Но, кстати, картотехнологии интересно выглядят. Различные идейные группы, которые что дают? Здесь у нас информация о различных вещах, религии, экономике, обо всем. Уже есть одна возможность взять. И вот их столько, ребят. Раз, два, три, четыре, пять здесь. И по шесть вот в этих вот направлениях. Здесь, ну, более разбитые такие у нас идейки. То есть, не в своем роде не такие общие, а более узконаправленные, так скажем. Это в своем роде удобно. У нас на кавалерию вначале идет. Я даже не знаю, есть ли смысл от кавалерии. Престиж, технологии, стоимость кавалерии. Как-то, знаете, не выглядит особо интересно. Мне вот нравится вот это. То есть, быстрее осады, боевой дух восстановится. Потом дисциплина, дойдем. И стабильность. Ну, хотя, знаете, тоже не ахти так-то. Вот. Ага, дешевле армия, больше генералов, флот. Потом до боевого духа дойдем. И потом до восстановления. Ну, тоже, видите, не скажу, что вот такие вот дикие прям модификаторы, которые нас выведут там, я не знаю, во что-то. Как можно было качественно взять или еще что, идейки. Но, в целом, смотрится неплохо. Кстати, смотрите-ка, идеек реально много, если так посмотреть. Ну, вот, на негативные религии этого у нас и было раньше. Шпионские, дипломатические. В принципе, их поменяли название. Немного поменяли местами все остальное. Но, в целом, все осталось. Ну, да, это качественная идея, можно сказать, те же самые. Все-таки хотелось бы что-нибудь такое, такая, на пехоту бахнуть. Ну, вот, в принципе, что-то это напоминает пехоту, да. Лимит, стоимость, монпауэр. Количеством будем закидывать, ребят, или моралью. Давайте-ка я оставлю этот вариант на выбор вам, чем мы будем закидывать врага. Пока пускай будет кавалерия. Так, экономика нам позволяет. 1.25. У нас с вами 6 унитов всего. Содержание 0.17 или 0.49. Так, ну, одного человечка взять бы, было бы, конечно, неплохо. Но, так как я вижу, что дела-то обстоят себе так, так себе. Поэтому давайте-ка все-таки не будем этим заниматься. С Тверю надо отношения улучшить, как кто. Поэтому давайте бахнем ей престиж. Пымс. Все. Успокоили Тверскую армию. Тверю успокоили. И давайте-ка лучников нанимать. Отлично. Армия под максимум. Вся армия всегда должна быть на самом пути. У нас, как видите, Владимир Суздальский. Точнее, не вассала. Подуньи наш. И два вассала Твери. И Нижний Новгород. В целом, неплохая такая сила. Но, конечно, с Новгородом нам не совладать на 1 на 1. Это будет очень жестко. Видите, у нас уже бонусы хорошие на пехоту и на кавалерию. Это приятно. Падение военной усталости на 0.12. Классно, ребят. Вообще классно. Давайте-ка себе выберем противников. Это явно Новгород. Это, скорее всего, будет Смоленск. И это Кипчак. Кипчаки, которые к нам, кстати, неплохо так относятся. Давайте-ка их пока противниками выбирать не будем. Или все-таки отопсим этим ребятам за то, что они к нам пришли в свое время. Давайте отопсим. Подумайте, армия на 900% почти сильнее. Подумайте. Мелочь. Ну что, давайте-ка запустим время. Кстати, достаточно быстро идет время. Относительно, я бы так сказал. Это не другие моды. Новый вассал. То есть, новый вассал. А, Нижний Новгород. Так, нам союз Углича и Белозерская, Углича предлагают союзы. Как-то я на них не особо смотрю. Давайте-ка лучше Чернигов с вами возьмем. По дипломатии он с кем там в союзах-то? Чернигов. Ну, все нормально. Как раз-таки Смоленск есть возможность попилить вместе с ним. То есть, то, что нам с вами надо, ребят. Все под максимум. В принципе, больше брать не можем, да и не будем. Так, а что у нас тут? Нижний Новгород. Алло, алло. Дружочек, давайте-ка. Дипломатический брак. Динбрак всегда решал очень много. Динбрак с Черниговым. Давай, дружок. Динбрак с Тверио. Кстати, не падает от этого у нас легитимность. То есть, вообще замечательно, ребята, смотрится. Нету падения легитимности. Это ж классно. Так, союзы. Смотрите-ка, союзы хорошо заключаются. Давайте-ка уберем от окна. Так, союз здесь с Ярославом не страшен. Киев и Туров, в принципе, так себе смотрятся. Вряд ли что-то они смогут. Рязань, конечно же, с союзами. Но, опять же, мелкие страны, которые легко будут нами с вами пилиться. Я думаю, вообще без проблем. Но на Новгород пока естественно рано идти. Все-таки дела такие, что сложновато будет их сейчас пронять. Здесь нас поддерживают Чернигов. Отлично, кстати, будет это. Все-таки давайте-ка пока поулучшаем отношения с Новгородом. Так, кто знает, еще решит вылезти. Будет не очень приятно. Давайте-ка поулучшаемся ей добро. Нам тоже предлагают здесь все улучшать. Вот мне интересно, стабильность как в этой вообще растет. Не прочитал я про нее поподробнее. Вот вижу то, что со стабильностью-то у нас роста нет. Ага, тоже объявляет нас противник. А, нет. А, они не могут быть нашими противниками. Ну, логично, ребят. Отношения плюс 80 с кипчиками. Давайте так сейчас отношения поднимем. И у нас будет в союзниках самый страшный враг. Кстати, смотрите, вот я не показал, но мне нравится карта. Смотрите, закрытая карта выглядит очень классно, ребят. Это вообще такая вроде бы небольшая плюсик. Все это какой-то графический мод, но все равно смотрится реально круто. Объединяем наши войска, армия, так скажем, достойная, денег мало. Лидером назначаем правителя, смотрим. Смотрим наследника и понимаем то, чтобы они посидят лучше где-нибудь подальше. Так, кстати, торговля. Вот в торговле, как видите, здесь немного другие торговые узлы. Не то, что в оригинальной, как скажем, Европе. Видите сами, они переделаны под свой контроль. Такое, знаете, немного мини-прохождение, мини-смотр. Добавлены здесь на торговлю вот эти вот различные места, которых нет в оригинальной игре. И это в своем роде интересно. Естественно, мы тут давайте-ка отправим человечка сюда. Все равно больше никуда не успеваем, чтобы больше доход был. Кстати, вот еще о чем я хотел сказать. Вот об этих переходах. Эти вот стрелочки нам означают то, что можно туда-обратно передвигаться. То есть, видите, здесь остров даже добавлен, которого раньше не было. Спокойненько в этом острове можно сдерживать атаку, я не знаю, вот отсюда. Можно одновременно нападать сюда. Не нужен флот, чтобы сюда перейти, как это было раньше. То есть, это облегчает в своем роде игру и делает ее такой достаточно интересной. Майорка, Майорка, Маджорка. Так, а теперь у нас тут Африка. Вот, тоже хотел показать. В Африке здесь пустошь. Но можно ходить, но видите как? Здесь вот такими вот точечками, ну, такими своими провинциями с оазисами, так скажем, по ним можно двигаться. И реально вот теперь отсюда сюда не перейти. Для этого надо сюда дотопать. И вот так вот. То есть, это сложные пути, но они реально нужны. И вот это вот мне тоже нравится. То, что не вот здесь они, где пустыни, можно сказать, живут, а именно по берегам рек. То есть, ну, в своем роде более реалистичные эти стало. Естественно, переходы такие не везде, как видите. В основном там, где и были, лишь несколько добавили. Естественно, на острова такими макарами перейти нельзя, что логично. На которые раньше нельзя было. Иначе это было бы, ну, чересчур. В принципе. Тевтон Скёрден вначале представляется сильным. Я сначала вообще хотел за него, но думаю, Тевтон Скёрден как-то уже еще раз. Ну, не знаю. Если захотите, ребят, то пишите об этом. Может быть, и будет Тевтон Скёрден. Ну, посмотрим, смотря какое он там влияние получит. Ну, 0.05 добавили нам дохода. Набл. Так. Легитимность получим. Либо престиж. Мы не имеем время. Давайте-ка. Давайте-ка в диспуты. Привилегии получим 1. И мы легитимность подняли. Отлично. Вот только мне интересно, что за привилегии мы получили. Вот это больше мне хотелось бы узнать, ребят, что это за привилегии такие. За что они вообще? Кстати, как я понимаю, они вроде бы братьями должны быть. Раз возраст почти одинаковый, скорее всего, они больше на братьев смахивают, чем на кого-то там другого. Все, с Твери, смотрите-ка, отношения 30. Вообще все идеально. Да, сильные достаточно у нас вассалы, но мы сильнее, ребят. Мы же Москва, будущая Россия. Да, Новгород, кстати, смотрите-ка, Новгород шведов делает. Молодец, дружок. Кстати, это для него шанс выйти вот сюда, вот в Финляндию. А, у Новгорода еще проблема. Эрик Магнус, ага, у него восстание, как я вижу там. Эрик Магнус, а, кстати, вроде бы с самого начала, да, вот с этой провинции с самого начала оно. Но шведов отбивают. Вот где их армия. Ну, поэтому логично то, что Новгород делает. Ага, технологии. Получаем инфляцию. А, ну, это уже знакомо нам с вами, ребят, очки за инфляцию. Кстати, понижать мы тоже вот этой кнопочкой не можем, поэтому обломитесь, ребятки. Не все так просто, как раньше было. Так, кстати, у нас возможность войны. Давайте-ка посмотрим, как войны идут здесь. Давайте-ка сначала в дипломатию. Смоленск, Ярославль. Вау, сколько всякой мелочи, ребят. Смотрите-ка. Это будет весело, потому что не так-то легко. Ваншотить, интересно, можно? Так, смотрим. Если мы нападаем на Рязань, то за нас никто не вступается из наших. Ага, если мы нападаем на Смоленск, то Киев, Туров, Ярославль, Рязань. Это не так страшно, но для этого надо сфабриковать претензию. Естественно, фабрикуем клань на Вязьму, потому что это дело такое. Подождем еще годик. У нас с вами есть время. Еще куча-куча лет до того, как формирует Россию. Престижных накопится. Отчетчики тоже копятся. Вопрос, во что нам уйти бы все-таки? Так, локальная продукция. Давайте-ка все-таки, наверное, военочку больше упор сделаем, так как воентехи всегда важнее были. До 315 года, до июля. До июля, в принципе, вполне себе выглядит неплохо. Наши вассалы предоставят нам с вами 11 тысяч, то есть 22 тысячи, можно сказать, под нашим управлением. Вполне себе такая добротная армия, я бы сказал, которая может в нужный момент надавать люлей. Но тоже не такая уж и огромная. Видите, траты у нас лишь на армию чистые. Еще один отряд, кстати, нанимает вассал. Отлично. Ага, у нас минус из-за того, что дворяне здесь. Ага, лидирующая фракция у нас, как видите, дворяне. Ну что ж, пускай они будут. Все-таки мы на военку больше ориентированы сейчас на сбор земель, а не на что-то остальное. Кстати, вот мне нравится вот эта карта. Вот цвет вот такой вот раскраска. Приятная для глаз. Не такая яркая. Кстати, вот как выглядит на физической. На физической, как видите, ну ничего такого. Ну никак в Европе, да. Здесь достаточно все упрощенно. Зато вот именно политическая карта радует своим взглядом очень сильно. То есть реально выглядит круто. Приятненько так. Затемнена. Все. Окраска такая не чересчур яркая. Вот именно та, которая нужна. Новгород, кстати, начинает немножко даже нападать уже. Крепость одну отобрал, вторую берет. Кстати, везде крепости. Эти мне напоминают старые версии Европы, где всегда были крепости. И везде. Ну, это неплохо. Кстати, добавлено вот это вот провинции. Ну, провинции, в принципе, много. Вот так вот каждую смотреть. Это немало времени. Кстати, Рига радует. Смотрите-ка, Рига в две территории. То есть за Ригу реально можно начать. У них тут крепость второго уровня есть. Ага. То есть, смотрите-ка. Здесь Псков, кстати, в союзе с Новгородом. Новгород его, скорее всего, я думаю, вассалить будет. Ну, по-моему, это было бы логично и удобно. Ага. Получаем бонус от того, что у нас тут выставлено противники. Но что-то я как-то... Двух противников это мало, я бы сказал. Слишком долго будет подниматься. Но третьего нет возможности выбрать. Ну, как всегда, ребят. Слишком сильные для нас с вами кипчаки. Которые, кстати, уже с кем-то воюют. А, смотрите-ка. То есть кипчаки реально двигаются дальше. Они пытаются двигаться дальше. То есть в Руму и во все остальное. Кстати, Осман в это время однопровенчатый. Воюет в Византии и выигрывает. Потому что у него там огромная армия. Чуть ли не в 12 тысяч человек. Которые с хорошими бустами. То есть там реально выиграть в Византию легко. Потом через пролив в Византии пройти не может здесь. Потому что на 12 тысяч с бустами. Да еще с хорошим генералом нападать. Это самоубийство, ребят. Ну, сами понимаете. Это почти нереально сделать. Ну что, можем напасть с вами на Смоленска. Получим с вами здесь Киев. Киев 7 тысяч. Вот это вот сложновато будет оформить. Давайте-ка сразу же посмотрим. Просто что, как, куда. Что мы получим с вами. Так, Ярославль. Ярославль смотрим. Ярославль это 4 тысячи. Которые мы достаточно быстро уймем. Это ладно. Так, Рязань я сразу же урву. Чернигов, скорее всего, под Киевом. И Турово просядет. Но с нашими вассалами, думаю, удастся нам что-то сделать. Ну, давайте, ребят. В принципе, кто нам мешал. Кто нам мешал первые ошибки совершать? Никто. Поэтому берем генералу. 2-2. Вообще замечательно. Просто лучше генерала не найти. Так, кстати. Я вот что не смотрел, ребят. Это вот войска. Смотрите-ка. Здесь переделаны войска. Под конец я понимаю, там очень много всего. Но видите, вначале различные виды войск. Естественно, переработаны. Более по-другому сделаны. И мне очень нравится вот распределение кавалерии. Здесь вроде бы как стабильность везде. А здесь вот именно по боевому духу. И тут по шоку в защите. Ну, в целом, что у нас убрано, тема. Пойдем. Объявлять войны Рязани можно. Но смотрите-ка, в чем здесь проблема. Во-первых, нас не поддержат лишних 6 тысяч. А лишними они вряд ли будут. И кроме того, здесь... Хотя, вот смотрите-ка. Угличка, Строма, Ярославль. Все это как-то смотрится. Давайте-ка на Рязань, ребят. Пойдем. Реально. Сходим на Рязань. Да, Владимир Суздальский здесь получил претензию. Смотрим. И вот это да, ребят. Мы проиграем на целую тысячу. Но ничего. Сейчас шотнем здесь эту армию. А, кстати, смотрите-ка. Битвы идут не так быстро, ребят. У нас потому что равенство по всему. И даже несмотря на то, что у нас вроде как больше войск, битва-то идет, так скажем, не идеально. Ага. То есть, как вы видите, здесь реально сложно победить. Не имея на то особых преимуществ. Ну вот, ребят, видите, первые ошибки в игре. Первые поражения, так скажем. Без них, как говорится, ни кунды и ни сюнды. Нападаю здесь на огромную армию. Зачем-то, не знаю сам. Но мы ее побеждаем и шотаем. Отлично, в принципе. Здесь, как вижу, наши вассалы тоже немножко развлекаются. Здесь на переход невозможно. Так, мы сейчас на тысячу одну нападем. Я думаю, успеваем. Да, отлично. Еще шотнули. Так, теперь можно идти сюда. И, кстати, интересно. Нет, не напал Смоленск, к сожалению. Так, ну по армии мы пока что на равнях идем. Ой, 17 тысяч, ребят. Кстати, вассалы, вы не хотите пойти по системе, помогать нам, саппортом быть? Так, кстати, с хорошим генералом нападаем идеально, ребят. Так, ну я, да, я боюсь то, что здесь это будет нелегко. Ну, конечно же, даже генерал нас здесь не спасает. Вот это вот плохо, кстати. Но берем здесь двух наемничков. Посмотрим, что да как. Устал с этой войны, кстати, растет. А мы тоже ее понизить не можем. Ну да, нас с ним... Нет, кстати, нам удается, ребят, выйти. Вытянуть удается. Давайте-ка на помощь. Но я думаю, она не понадобится. Да, все, нам удается врага прокинуть. Его максимальную армию, можно сказать. Естественно, надо убирать лишних... А, не можем, потому что близко слишком противник. Эх, ну что ты поделаешь-то? Ну давайте-ка добивать, в принципе, можно идти. Но... Опять же, это скажется намного на чем. Заем берем. У нас тут, конечно же, проблема здесь на 6 тысяч. 3 тысячи. Вау. Давайте-ка тогда их лучше на помощь позовем. Куда ты, дружок, идешь? Куда? Давайте-ка вот на эти 4 тысячи, которые здесь еще восстанавливают боевой дух. Я думаю, мы вполне с вами успеем их убить. А, нет, не успеваем. Или успеем? Успели, при том в ноль. Отлично, ребят. Армия врага понемножку уменьшается. Мы тут что-то пытаемся делать. Ну, как скажем... Так скажем, пытаемся. Попытки наши пытками. Убираем эту армию. Уже проще становится в экономике. Ну, конечно же, они обдуманные нападения, ребят. Ну, что поделать. Так, здесь обороняемся. У нас здесь река должна спасти. И здесь идут наши вассалы на помощь. Да, ребят, все. Враг повержен. В принципе, у нас даже дипломат откуда-то появился лишний. Странно. Ну, допустим, он так и должен был быть. Такс. Галич, не хочешь войти все-таки в войну? Не, у нее желания нет. Там обидно. Я надеюсь, это то, что он найдет желание. Кстати, 7 тысяч не помогают. Понимаю то, что тут смысла как такового нет. То прокидываем эту армию. Хотя потери у нас, в принципе, на равных идут. Но все-таки мы прокинули эту армию, что меня очень радует. Конечно же, военные счеты от этого не особо быстро растут. Потому что мы Рязань до сих пор не взяли. Так. Уровень национальной стабильности. Вау. Коррупция, ребят. Новая фишка, да, называется. Так. А теперь давайте-ка действуйте как хотите. Вассалы. В принципе, нам удалось здесь одолеть. И теперь давайте-ка действуйте как хотите. Хотите здесь убивайте. Хотите что? Я вам разрешаю что угодно делать. Я добрый. Добрый малый сегодня. Так. Оставляем эту армию тут. Здесь давайте-ка на помощь. Воу-воу-воу. Смотрите, ребятки. Вот здесь вот слишком опасно. Нижний действует. Нижний Новгород очень опасно сейчас идет. Но я думаю, он все-таки справится. Да, дружок? Справится. Но потери будут большие, к сожалению. Ладно. Все равно здесь смысла на помощь эти нету. Одолел. Но потери, как видите, конечно же, печалят. Слишком большие. Ага. Ну, здесь у нас не очень-то много юнитов хватает. У нас, кстати, Смоленск здесь отбирают. Я не знаю. Может быть, решат отбить наши друзья. Да, Тверь с Владимиром Суздальским вроде как идут туда. Берем еще 10 заем. Ну, я не знаю. В принципе, эти 7000 достаточно опасно выглядят. Не, нападают. Все, отлично, ребятки. Отлично. Давайте-ка здесь им поможем. Немножко выйдут наши 800 тысяч еще. И это будет реально круто. Если у нас здесь удастся победить, это будет, конечно же, круто, ребят. В принципе... О, не. О, не. О, не. Анрест под ними. Это что-то с Ханом связано. И мы, конечно же, продуваем, ребят. Ну, что-то поделать. Это еще я. И наши 10 тысяч, кстати, здесь нужны были. Реально. Поражение. Притом не очень-то приятное, ребят. Ну, конечно же, они желают то, чтобы мы отдали им провидца. Ха-ха-ха. Надеетесь. Кстати, они собрали армию не больше. Нашей, но все-таки достаточно немаленькую. Ну, что, ребят, давайте-ка на этом наш такой мини-обзорчик и мини-игру закончим. В целом, мод интересный. Новгород, кстати, тоже. Нет, Новгород 32 тащит, ребят. Смотрите-ка, Новгород молодец. У нас еще шансы на победу есть. Взять пару крепостей и все будет прекрасно. Хотя и тут и враг силен. Но я здесь больше надеюсь на то, что Чернигов нападет. Но это как уж и куда пойдет. Ну, что ж, надеюсь, вам понравился мод и понравилось это начало, возможно, нашего прохождения. Пока не знаю. Интересно выглядит. Очень хорошая задумка мода и в исполнении. Вообще замечательная. И, конечно же, временной период один из таких, ну, и скажем, неиспробованных. Потому что в оригинальной Европе далеко-далеко от этого времени играешь. Ну, что ж, всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, оставлять ваши комментарии, если у вас такое есть. Вступайте в группу ВКонтакте и загляните на официальный сайт, если у вас есть такое желание. Ну, еще раз всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.